Ариа Рума и маленькие любители бардовских песен и хардкорного прохождения. У микрофона ваш покорный слуга Мамору, и мы продолжаем проходить увлекательную игрушечку. Скайрим. Эта серия начинается в Айтране по пути сюда, и я старался по максимуму отсортировать все вещи и лут с наших приключений. Продавая все необходимое торгашам, я старался обзависить небольшим стартовым капиталом на ближайшее время. Во время шопинга мне повезло найти имперский лук с зачарованием на захват души. Это зачарование позволяет мне помечать душу поверженного врага в специальный камень, который можно будет потом использовать при зачаровании. Данное зачарование с лука я снимаю и накладываю на ебанитовый лук, который пока что я планирую использовать как основное оружие. Зачарование я накладываю таким образом, чтобы по максимуму увеличить количество использований, при этом уменьшая время, которое будет действовать зачарование. Поскольку, как показывает практика, даже одной секунды действия будет достаточно, если решающий выстрел мы нанесем именно этим оружием. Следом на оставшиеся деньги я закупаю все пустые камни душ у придворного мага. Эти пустые камни я намереваюсь заполнить при следующем приключении. Такой способ, как ни странно, поможет мне приумножить количество наших септимов. Ну а в дальнейшем, чтобы экономить время, рациональнее будет просто сразу покупать заполненные камни. Ну а пока что у нас режим экономии. Потратив последние септимы, я отправляюсь в коллегию магов, чтобы продолжить их линейку квестов. Ну а следом после экскурсии нас посылают на урок с Толзером, чуть ли не самым моим любимым персонажем Скайрима. И он нам повествует о магии, что это непростое ремесло, ну а также предлагает практиковаться, где мы впервые пытаемся использовать заклинание оберега против его огненных шаров. Всегда обожал эту миссию. Ну а после окончания занятия Толдера нам сообщают, что для продолжения практики неплохо было бы на самом деле полазить по древним руинам. Действительно. Таким образом мы направляемся в Саартал. Ну а кто бы сомневался на самом деле, что по пути туда нас приключения найдут сами. И мы встречаем Кровавого Дракона. Моя цель победить его на месте. Нельзя его уводить в город. Ведь МПС очень сильно любят умирать от этих драконов. Таким образом состоится первая битва нашего Зеленого Довакина с Кровавым Драконом один на один. Мы пару раз отхватываем люлей, ну а дальше пользуемся нерасторопностью огромной ящерки и волшебными свойствами негорящего пня. Счастливой стрелой поражаем Грозное Чудище, попутно не забыв с него залутать полезную чешую и кости. На самом же деле победить его было бы гораздо проще, если бы не было так холодно, из-за чего статы персонажа были очень сильно порезаны. Да и тут еще и драконы льдом популяют. В общем мне пришлось возвращаться, чтобы отогреваться, ну а после чего естественно мы побежали обратно в Саартал. Внутри Саартала Толдер рассказывает нам об этом месте различные баки, ну а после советует нам приступить к работе. То есть поговорить с каким-то челом, которого мы видим в первый и последний раз, в который в свою очередь скажет нам, что нужно собрать некие магические артефакты, валяющиеся прямо на полу. Магическими артефактами оказываются кольца, которые валяются здесь и там, и подозрительно выглядящий странный амулет, встроенный в стену. Но как только я его трогаю, двери закрываются и никуда дальше мы пройти не можем. Но нехитрыми манипуляциями, надевая амулет, усиливая наши магические способности, мы проламываем ближайшую стену. И мы вместе с Толдером решаем идти дальше через образовавшийся проход. Но тут неожиданный поворот, и некий член клана псиджиков останавливает время, чтобы с нами поговорить. Сообщает нам, что мы натворили какую-то дичь. Но судить нас не будут, поскольку это мы сделали не специально. Офигенистическая логика. Поговоря с Толдером, об этом нас атакуют Драугры, и начинается стандартная подземельеская Рима. С кучей высокоуровневых вражин, от которых я уж слишком часто умирал. И с каждой смертью все сильнее и сильнее, жаждел поскорее стать сильнее. Но для этого нужно сначала выбраться из сия подземелья. И возможно, гипотетически пройти это подземелье гораздо было бы проще, если бы Толдер не слинял где-то в середине пути, из-за чего напастье толп могущественных Драугров вынужден был терпеть ее в одно лицо. Но, тем не менее, сквозь пот, кровь и слезы я прохожу это подземелье, буквально балансируя на грани провала. Обью за сохранение. А иначе просто не выходит. То стрела прилетит сквозь стену, то оружие лишат, то криком с ног собьют. В общем, мой стул так никогда еще не полыхал от всего безобразия, которое происходило здесь. По пути в пещере меня встречают две очередные детские загадки, на которые даже останавливаться не буду. Ну а если я серьезно и вообще не понимаю, на кого эти загадки рассчитаны, даже если мой кот случайно лег на клавиатуру и решил обе. А в последнее подземелье нас встречает Йорик Голдусон, один из трех братьев обладателей амулетов. На удивление он оказывается неуязвим, но Толдер, появившийся под конец, догадывается, что тайна его бессмертия в гигантской сфере. И пока он сдерживает мощь этой самой сферы, мы расправляемся с Драугром. Оказывается, что это не просто сфера, а Око Магнуса, могущественный артефакт, который нужно перенести в коллегию магов. Ну а пока ученики коллегии будут его перемещать, меня посылают сообщить об этом Архимагу, и я с радостью выбираюсь из этого подземелья. Полностью отдавай себе отчет, что дальше так продолжаться не может, и нужно что-то со сложностью делать. Я решаюсь отправиться к Седобородам, не чтобы научиться Тууму, а в первую очередь немножечко абьюзить механики и научиться скрытности. Ну а если по-серьезки, Драугром можно стрелять через стены, можно кричать через стены, а почему мне нельзя немножечко щитерить? Самую капельку. Путь на высоких Ротгар может быть и в первый раз был чем-то замечательным, но не в сотой же. Те же самые припасы, та же самая дорога, те же самые выученные наизусть паломники и количество ступеней. И вот мы один на один с теми самыми Седобородами, призвавшими нас. Проходим тест на Довакина, изучаем парочку новых слов силы, второе слово Ро, теперь у нас есть первый крик из двух слов, и крик УЛЬТ, позволяющий быстро текать при необходимости. Все эти скриптовые вещи нужно было пройти, чтобы научиться во время медитации Седобородок надавать им лещей. Любым кинжалом. Тем самым очень быстро прокачивать себе скрытность. Хитрость и секрет в том, чтобы когда Седобородый встанет, прижать его ударом к стенке. Тогда дамажить его будет гораздо-гораздо легче. Тем самым образом, скрытность мне удалось поднять аж до 92 уровня. А наш Довакин теперь полноправный обладатель 22 уровня. Очки навыков все вложены были в лук, и собственно в скрытность, то есть банально на улучшение боевых характеристик. Помимо всего прочего, во время очередной продажи всего хлама, у торговца мне посчастливилось найти невероятный элифийский лук высылки. А невероятный он только потому, что его зачарование самое дорогое в Скайриме. Если его наколдовать на обычные кинжалы, выкуренные собственноручно, получится окупить и приумножить все затраты на материалы и камни душ. Таким образом, получится в очень ускоренном режиме прокачать кузнечное дело, зачарование и очень быстро обогатиться. Ну и в очередной раз закупившись камнями, мы продолжаем проходить коллегию магов. Бежим к Архимагу, рассказываем ему о том, что видели мы некое Око Магнуса. А Архимаг, в свою очередь, разводит руками, мол, я ничего не знаю, и говорит, обратитесь вот к библиотекарю, он все знает, он все ведает, и он все поможет. Но только мы выходим из покоя в Архимаг, как некая Фаральда предупреждает нас о том, что Талморис Анкана негодяй, и его стоит опасаться. Мы мотаем себе это на ус, и идем обратно к библиотекарю. Но так как время глубокая ночь, нам приходится заночевать прямо в библиотеке. Ну а как только приходит наш любимый орк, мы складываем палатку и беседуем с ним. Ура грош шуб! Рад бы нам помочь, но книги были украдены учеником коллегии, и теперь нам предстоит их вернуть, чтобы узнать истину. На выходе из коллегии нас встречает тот самый Анкана. Та еще неприятная личность интересуется, что мы сделали, да и как, и во всех подробностях еще спрашивает. Но мы его успешно игнорим, и бежим выполнять квест с конженциями. Благодаря ранее найденному тому заклинаний, теперь мы полноправные обладатели магии телепортации. Работает она по принципу Хирайшина из Минато. Мы расставляем предварительные метки, а если потом захотим телепортируемся к ним. В бою, конечно, такая схема не прокатит из-за медленного каста заклинания, а вот времени и сил в путешествиях экономят немало. Отправляемся мы в крепость Фелгроу по направлению нашего библиотекаря. Предварительно туда и были отнесены все украденные книги. Эта крепость, в отличие от других, руин сплошь и рядом набита магами, вместо привычных драугров и скелетов, что, конечно же, менее однообразно ее не делает. Хоть наш Айаргош научился лучше скрываться, но на открытой местности в лобовом столкновении ему все еще не просто. Поэтому пока не будет нормальной амуниции, мы будем продолжать довольно часто огребать. В этой пещере мы впервые встречаем вампиров, сидящих в клетках. Но только почему эти клетки и вампиры у магов нам никто объяснять не будет. Но тем не менее, освободив кровосись, нажимая на рычаги, мы получаем союзников, которые отлетят в первой же битве от великих магов. Но зато погибнут, как истинные норды. Ну а еще мне встретился немного поломный маг. Видимо, так же, как и я практиковал заклинания телепорта. И напутал немножечко пропорции. Пройдя через пещеры и подземелья этого форта, мы наконец находим того, кто украл книги. Он нам говорит, что якобы крал эти книги не потому, что сам захотел, а потому, что его заставили. Хотелось бы ему на самом деле поверить, ведь в итоге за кражу его посадили собственные союзники в клетку. Как бы там ни было, мы его освобождаем, отказываемся от его помощи и говорим, пусть сам отправляется в коллегию и там уже с ним разберутся обязательно. Ну а дальше идет Форальдо. Уникальный босс, умеющий телепортироваться и меняться местами с признанными до Эдра. С ней, конечно, можно поболтать, но я знаю, насколько она сильнее нас, поэтому в Крысу мы одерживаем победу над ней и забираемся украденные княженцы. По квесту мне нужно было бы отдать все эти книги, но я не спешу этого делать и вместо этого отправляюсь в Драконий предел. Использую стол зачарований Фарингера, чтобы снять все чары со всех предметов, которые я нашел у магов. Благо, я у них нашел зачарованных предметов в достатке. Лутая магов, я находил не только зачарованные вещи, но еще и обычные кинжалы, которые я планирую зачаровать на изгнание, используя абсолютно любые камни душ. Ну, кроме, естественно, великих, которые мне пригодятся позже. Ну, а прежде, чем отправляться барыжить этими кинжалами, я хочу провести ночь в таверне, но вдруг встречаю некого Сэма Гевина и заручаюсь с ним посоревноваться в умении пить. Уже не помню, что было после нашего пари, но я очнулся аж на самом западе Скайрима, в Маркарте. Ну, и теперь, как в классическом фильме, «Мальчишник Вегаси», нам предстоит вспомнить, как все было на самом деле. В Маркарте мы приносим извинения перед жрицами Дебеллы, так как, судя по всему, именно мы разгромили хоть случайно им полхрама. Сзамен на помощь уборки, жрица храма сообщает нам, что мы что-то там упоминали в пьяном угаре о Рорикстете, и теперь по квесту нам нужно туда, чтобы все окончательно вспомнить. Это, конечно, безумно классный квест, но пока его выполнять, я думаю, рано, и успешно телепортируюсь я в Вайтран, чтобы продолжить усилять себя. Несколько дней хождения по торговцам, продавания кинжалов, скупка полезных приколдейсин приносит мне целый сет стеклянной неплохой брони, ну а также 9 ксептимов в кармане. И это всего лишь одно я подземелье зачистил. В дальнейшем я часто буду зачаровывать и продавать найденные кинжалы. Все это часть рутины повседневной, которая встречается в этой игрулине. И если вы вдруг увидите, что у меня слишком большое количество септимов, не удивляйтесь, откуда я их взял. Но со своей стороны я напомню, что в прошлой части мы нехило так услышали ярлоу Виндхелема, убив дракона у разрушенной башни. Благодаря чему провендусы Авиничи хочет продать дом, на что я с удовольствием соглашаюсь. Покупка нам обошлась в 5000, ну и плюс еще несколько септимов на обустройку. Этот дом мне нужен будет как сундук, в котором я смогу хранить все вещи, касаемые кузнечного дела. И все это находится рядом с торговцем и кузницей. Ну и следующие несколько часов я трачу на то, чтобы ковать кинжалы. Обычно получалось за раз выковать около сотни, зачаровывать из них получалось около 15-20 штук, чтобы после продать все кинжалы с зачарованиями и снова начать цикл заново. Сумма с проданных кинжалов идет на покупку ресурсов для создания новых, ну а также на покупку камней душ, которые идут на зачарования. И как ни странно, покупая сырье и производя продукт, нам удается не только окупать потраченное, но и делать накопление. Нужна вся эта процедура в основном для прокачки кузнечного дела, а за имение себе солидного капитала идет несомненным просто бонусом. Обычно на полную прокачку кузнечки требуется около 1200 кинжалов. Не самый, конечно, быстрый способ, но зато очень обогащающий. Спустя где-то час у меня вышло зачарить все возможные мои аксессуары на плюс к дамагу от лука. Также дома в сундуке теперь у меня валяются тысячи с небольшим кинжалов, и благодаря им у меня вышло докачать кузнечное дело до 90 уровня, что открыло в принципе для меня возможность ковки драконьей брони. Полностью довольный собой и всем результатом я вновь телепортируюсь в коллегию магов интерхолда чтобы поговорить с библиотекарем. Взамен на те книги, которые мы вернули, нам достаются другие, которые нам могут увеличить уровни навыков. В общем, очень полезная вещь. Следом идет очередная лекция Толдера. Но внезапно наш любимый Ангана прерывает нас, выполняя роль посыльного, и говорит, что какой-то там пришел чувак, который сейчас ждет именно нас, то есть нашего Аргошу, и почему именно нас, и почему именно этот чувак находится в кабинете Архимага, непонятно. Но тем не менее, мы верим Ангана и идем беседовать с непонятным старцем. Ну а в покоях Архимага нас встречает как ни странно тот самый член клана псиджиков, которого мы ранее уже видели в тех самых пещерах. Снова он останавливает время, чтобы с нами поговорить. И оказывается, то, что мы участвуем в какой-то неостановимой пути событий и предрешений очень все сложно и запутанно. Но по предположениям, по каким-то там размышлениям, Авгур Донлейский знает что-то большее, и он может открыть глаза на все происходящее. После всей этой лекции, после вот этого всего сказанного, псиджик прикидывается очередным дурачком, и мы бежим искать Авгура. Можно было бы на самом деле расспросить всех в коллегии по поводу его местонахождения, но так как это ни на что не влияет, а я уже заранее знаю где находится этот самый Человек, я просто отправляюсь в пещеры под коллегией. Но вдруг во дворе коллегии нас встречает дракон, который излишне в себя поверил, и в одиночку напал на целую коллегию магов. Ну за что он в принципе изрядно поплатился, подарив мне свою душу. Ну а после чего снова пещеры и нахождение того самого Авгура Донлейского. Но тут неожиданный поворот и выясняется что на самом деле он не человек а сущность сгусток энергии. А также он нам сообщает что Анкана уже был у него и беседовал с ним. И все из-за того что на самом деле Талморец жаждет силы. Сообщив это Саввесу Арену Архимагу он нам говорит что нужно поговорить с его помощницей которая уже нам сообщает что в Зуфте нам помогут найти посох Магнуса который в свою очередь сможет помочь нам совладать с оком Магнуса. А это только значит что мы отправляемся в двемерские руины. Мзуфт достаточно стандартные руины двемеров но в самом начале нас встречает один из исследователей сего комплекса у которого мы узнаем что сюда приходили люди и до нас и что его коллега где-то в руинах нуждается в помощи ну а после всего скаженного к сожалению вот этот маг погибает. ну а мы пробегаем пещеры по путя громя всех на своем пути встречаем первых своих фалмеров и вот наконец встречаем того самого молодого друга ученого ученый нам сообщает что для поиска посоха Магнуса нужно сфокусировать сферы луч от которых и укажет нам на искомый предмет пользуясь льдом и пламенем нам это успешно удается но вдруг на карте серодила мы видим не одну точку а несколько одна в лабиринтиане где предположительно находится посох а вторая в коллегии магов где сейчас находится око магнуса так как это свечение уж слишком яркое и создает какие-то там помехи мы подозреваем что-то неладное и бежим обратно в коллегию используя заклинание телепорта в коллегию мы наблюдаем что он гана на самом деле оказался предателем правда неожиданно персонаж которого чем ряд всю коллегию оказался предателем вот это да он в итоге забаррикадировался благодаря оку и черпает из него силу совместными усилиями архимага и помощница его нам удается пробить защиту ну а потом получить изрядную дозу магической радиации и из-за нее и из-за этой силы архимаг погибает ну а на винтерхолд нападают сгустки энергии которые мы без проблем побеждаем лутая при этом кучу камней душ после помощи винтерхолду от мирабеллы эрвин мы узнаем что савис арен все знал и предугадал что нам нужно будет отправляться в лабиринтиан благодаря чему мы получаем древнее кольцо от этого донжона без которого попасть туда не представляет возможным мы путешествуем в лабиринтиан а по прибытию нас встречает парочка дружелюбных троллей и тут как ни странно видимо из-за какой-то там магии нас встречает дух сависа арена и его коллег друзей знакомых которые когда-то были здесь уже до нас сам путь по лабиринтиану на самом деле нужен для раскрытия личности прошлого архимага его предыстории что на мой взгляд он делает это более чем на отлично лабиринтиан один из уникальных данжей тут есть и таинственный голос ищущего старого друга и уникальные двери реагирующие на тепло или холод да что уж там говорить если на самом начале лабиринтина нас встречает костяной дракон но у меня создается четкое впечатление что именно на это подземелье была вбухана львиная доля стараний разработчиков перед входом в последнюю локацию пещеры нас встречает один из моих любимых криков замедление времени и его первое слово ти несложно догадаться что именно делает этот крик но на самом деле он замедляет время для всех кроме давакина благодаря чему наш герой передвигается гораздо быстрее остальных а значит этим можно пользоваться открывая инвентарь перегруппироваться или просто нанести 3-4 удара вместо одного ну а в самом конце лабиринтиана нас встречает картина как двое магов сдерживают одного из великих драконий жрецов это самый первый драконий жрец маракеи которого мы встречаем на своем пути и судя по всему сдерживают они его не первые десяток лет в помощь им я отправляю их на покой и вместе с атернахом побеждаем маракеи и лутаю с него посох магнуса в принципе за ним я и приходил но помимо посоха я лутаю еще уникальный плащ и первую матку драконьего жреца с которой я еще долго очень буду бегать весь инвентарь у меня благодаря пещере забит полезным лутом что никак не мешает мне применять заклинание телепортации для коллеги магов мы телепортируемся внутрь поля которым окружил себя анкана что было немножко для меня неожиданно но в любом случае у нас есть посох и любое защитное заклинание которое было вызвано этим талмарцем мы можем одолеть используя этот самый посох ну а дальше идет сам бой с этим анкана в котором он будет прибегать к помощи этого ока из-за чего в некоторых моментах дамажить его будет нельзя но у нас же есть посох который мы применяем на ока из-за чего все потуги анкана кажутся тщетами так же на самом деле как и мои попытки драться с ним используя мои стандартные способы лук и стрелы за что я изрядно поплатился пару раз ну а оказывается что ларчик просто открывался и этот самый посох который нам выдают очень хорошо работает на анкана и если применять его на нем то анкана отлетает псиджики и забирают око магнуса себе для чего-то оно видимо им нужно а нам нет ну а толдер в свою очередь нас благодарит выдает нам ключи от кабинета архимага и саму робу архимага в принципе тем самым делая нас архимагом коллегии витерхолда ну а все потому что просто есть вакантное место в этой коллегии и его кто-то должен хотя бы фиктивно занимать у нас не прибавится от этого ни зарплата ни больше работы не будет просто теперь есть факт того что мы архимаг и вот на этом все возможно появится еще парочка каких-то уникальных диалогов ну и таким великолепным образом вся коллегия подходит к концу уникальные квесты и интересные механики идут только на пользу этой линейки квестов но награда за их прохождение является конечно несущественной как в принципе из-за почти квесты скайрима как бы там не было мне очень сильно нравятся эти квесты и линейки квестов возможно за ее ламповость ее уют и изрядную логичность хотя и тут не обошлось без кисяков естественно остались интересные еще квесты в этой коллегии и мини квесты у различных нпс но давайте об этом будем говорить в другой раз когда игра этого коснется потому что сейчас мы будем потихонечку заканчивать эту серию всем спасибо что смотрели у микрофона было как всегда ваш покорный слуга мамору еще услышимся Настя мы пьем прошлым дням наш почет скоро век произвола совсем истечет истечет